Ежегодно 18 апреля в России, как и во многих странах мира, отмечается Международный день памятников и исторических мест, девизом которого стали слова «Сохраним нашу историческую родину». К этой дате было приурочено торжественное мероприятие, посвященное полувековому юбилею Славянского отделения Всероссийского общества охраны памятников и культуры. Привлечь внимание и сохранить. Вот уже 50 лет этим занимается Славянское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. За эти годы оно объединило вокруг себя не одно поколение земляков. На протяжении многих лет в отделение ВООПИК поступают обращения от жителей не только нашего района, но и со всей страны с просьбой об установлении мест гибели и захоронения родных, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Практически в течение всего полувека у руля организации стояла Нелли Титова. Она, как никто другой, знает всю деятельность общества с момента его основания и до сегодняшнего дня. Самое главное, конечно, это большая работа проведена по сохранению военно-исторического наследия. То есть памятники у нас на территории, 166 памятников, это памятники истории, культуры, а самое главное, что это братские могилы, в которых покоятся 15,5 тысяч воинов, погибших за освобождение нашего района. Проходит акция уже с 2005 года «Ты где лежишь, погибший мой отец?» И мы стараемся разыскать наших земляков, где они похоронены, и обеспечим поездку им на могилы отцов. В этом отношении нам очень хорошо помогает администрация, они выделяют большой автобус комфортабельный. И мы везём, вот собираем 25-30 человек, допустим, Воронежскую область, Липецкую мы возили, Волгоградскую область, Ставропольский край, Краснодарский край. И мы везём именно по всем населённым пунктам, где покоятся наши земляки. Возлагаем цветы, нас там встречают ветераны войны. То есть вот такую задачу мы выполняем. Активисты общества стараются сделать всё возможное для наших земляков. Сохраняют культурно-историческое наследие, берегут память и передают её из поколения в поколение. И с гордостью говорят о своих победах. Так их усилиями установлены места захоронения более 400 советских воинов. И на этом члены организации, неравнодушные люди, не останавливаются. Они и дальше продолжают работу в этом направлении. Одно из лучших отделений в крае всегда было. И по любым показателям, и по охвату населения, это членские взносы. И по работе с памятниками, по выявлению имён погибших, по вековечиванию этих имён. Суметь организовать вокруг себя немалый актив, будем так говорить, и удержать его в то тяжёлое время, которое для общественных организаций было у каждого, это, наверное, дорогого стоит. На юбилейное торжественное собрание пришли активисты Славянского отделения ВООПИК, представители общественных организаций. На празднике вспоминали о том, что сделано общественным объединением за 50 лет. С юбилеем собравшихся поздравил председатель районного совета Григорий Литовко. Сегодня как раз очень важно то, что есть организация общественная, которая занимается историей ВООПИК, история Всероссийской организации охраны памятников, истории и культуры. Это, говорит, очень такая, очень важная составляющая. Это и есть память, вот это есть и патриотизм, и молодёжь наша, смотря на то, что как вы почитаете тот великий подвиг народа, и я думаю, оно проникает в свет. За годы, прошедшие после образования общества, оно уже приобрело свою богатую историю. В ней рядом соседствует и радость общих побед, и горечь утрат. Но в целом это история, это культура, это память наших предков о красоте и величии родной земли. И сегодня долг современников, получивших в наследство это драгоценное культурное достояние, передать его поколениям, идущим на смену, сберечь, не дать погибнуть.